ПЕСНЯ 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 Ваше блаженство, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы и братья, искренне рад приветствовать сегодня в Москве возлюбленного собрата своего блаженнейшего митрополита чешских земель Словакии Ростислава, прибывшего с официальным визитом в Русскую Православную Церковь. ПЕСНЯ 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 Три года назад Вам довелось участвовать в торжествах по случаю 1025-летия крещения Руси во главе делегации Вашей Церкви. И мне памятна встреча с Вами и совместная молитва великих святынь в крупнейших исторических духовных центрах Святой Руси в Москве, в Киеве и в Минске. На сей раз вы прибыли к нам уже в новом качестве, предстоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии. И мы рады видеть вас, преемника служения и продолжателя трудов череды ваших предшественников на митрополитчем престоле, блаженнейших митрополитов Элиферия, Иоанна, Дорофея, Николая и Христофора, которые не раз посещали Русскую Православную Церковь и всегда были для нас дорогими желанными гостями. Духовные связи народов, окормляемых нашими церквами, уходят корнями в одни древние, как говорит псалмопевец, и черпают истоки в миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ученики которых принесли святую православную веру на Русь. Святой равноапостольный князь Владимир, совершая подвиг просвещения своего народа, брал пример со своего равноапостольного предшественника, святаго-моравского князя Ростислава. Русская Православная Церковь всегда помнит об этой близости, способствуя возрождению святаго-православия в чешских землях и Словакии, 65 лет назад положив начало автокефальному бытию Чехословацкой Православной Церкви. И заботясь о своей возлюбленной Черри, а ныне сестре, Русская Православная Церковь многое сделала для того, чтобы святое православие в Чехии и Словакии не погибло во времена трудностей и испытаний. Ваше блаженство, возлюбленные собратья-архипастыри, ваш визит позволит нам утешиться с вами верою общую по слову апостола и поговорить устами к устам в теплой и доверительной братской атмосфере. Вас ждет богатая и интересная программа. Вам предстоит посетить Московский Кремль, обители Москвы, Свято-Троица Сергиевую Лавру, Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, поклониться святыням Санкт-Петербургской Метрополии и возглавить торжества по случаю начала учебного года в Санкт-Петербургской Духовной Академии. От всего сердца я говорю вам добро пожаловать в Русскую Православную Церковь. Благословен гряды во имя Господне! Ваше Святейшество, возлюбленное Господи собрать и сослужителю престола Божия, Ваше Высокопревосвященство и Превосвященство, досточимые Отцы! С неизреченной радостью и благоговейным трепетом, переплавляющими мое сердце, ступил я сегодня на благословенную Русскую землю, соброшая как предстоятель Православной Церкви Ческой земель и Словакии свой мирный визит в Русскую Православную Церковь. Достойно поблагодарив Всесчедрого Бога за Его бессмертную милость и благополучно до зде пройденный путь, выражаю также свою искреннюю благодарность Вашему Святейшеству за приглашение находиться сегодня здесь, в Патриаршей резиденции Русской Православной Церкви в стенах Древнего Святого Данилова монастыря, чтобы через совместную молитву и братское общение засвидетельствовать наше единство в православной вере, взаимную любовь и уважение. Для Православной Церкви Ческой земли и Словакии Русская Православная Церковь всегда была и остается одной из самых близких в семье поместных православных церквей. В трудные периоды истории Русская Православная Церковь всегда протягивала руку помощи, поддерживая Святое Православие в наших землях. Именно Русская Церковь, сама находясь в тяжелом положении, всяческих притеснений, гонений и попыток уничтожения со стороны безбожной власти в Советском Союзе поддержала зародившуюся Православную Церковь в Чехословакии. После мученического кончина Святого Горазда предстоятелями нашей Церкви стали выдающиеся архиереи Русской Церкви митрополит Елферий Воронцов, митрополит Йоанн Кухтин, митрополит Дорофей Филипп. Многие наши священнослужители получили и по сей день получают богословское образование в духовных школах Русской Православной Церкви. Многие наши архиереи приняли монашеский пострих в стенах российских монастырей. Мы всецело ощущаем наше родство через веру, культуру и духовность. Сердечно благодарю, Ваше Святейшество, за предложенную духовную переживанием насыщенную программу нашего здешнего пребывания, которая в рамках мирного визита предполагает наше совместное служение в Успенском соборе Древнего Московского Кремля, а также посещение Тройцы Сергеевой, Лавры, Валаамского монастыря и Святынь Северной столицы России, Санкт-Петербурга. Наша делегация также примет участие в открытии нового учебного года Санкт-Петербургской духовной школы, где обучался и архиепископ Паразский и чешский замер Михаил, входящий в состав нашей делегации. Для него это будет особенной радостью посетить свою Альма-Матерь. Искренне верю и надеюсь, что предстоящий мирный визит укрепит братские отношения между нашими поместными церквями и даст импульс к более глубокому и обширному сотрудничеству между ними на благо Святой Православной Церкви по всему миру. Отцей души желаю Вашему Святеществу многое лето. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok